Дарья Борисова Руками не трогать. Сейчас эту фразу в картинной галерее не услышишь. По одной из серии «История в портрете» в бои идут одни старики, работы, к которым можно и нужно прикасаться. Образы написаны акриловой художественной пастой, которая делает картины антивандальными. Техника проверена, очень прочная. Напишется она вот такими вот инструментами, которые называются мастихины. Поэтому это мастихийная живопись, в отличие от кистей. И она с виду очень интересная в плане тактильности. Ее можно трогать, их можно даже ронять. Они не боятся влаги, не боятся перепадов температуры. Федор Селезнев – автор этой уникальной техники под названием «Эфмайолика». Госям выставки он предложил прикоснуться к образам легендарного фильма «В бой идут одни старики». Главный герой «Полотин» – дважды герой Советского Союза Виталий Попков. Именно он стал прототипом капитана Титаренко. Идею Федора Селезнева оценили на правительственном уровне. Проект получил президентский грант. По душе он пришелся и простому зрителю. Издали посмотрел, ну фотография. А когда подходишь сюда, вроде бы небрежно что-то набросано. Но это уже мастерство художника, я так понял. Что вот они сразу с годами все приходят. Но это действительно что-то новое. Серия «Панно. История в портрете. В бой идут одни старики» объехала уже 12 городов страны. Люберецкий округ стал третьим в Подмосковье, кто принял эту уникальную выставку. Она задержится в картинной галерее на месяц.